Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Александр Петрик, я сотрудник компании CyberBionic Systematics и мы с вами сегодня продолжаем курс лекций по алгоритмам и структурам данных. На сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрим алгоритмы сортировки. Алгоритм сортировки – это такой специальный алгоритм, который предназначен для упорядочивания элементов списка или массива, по возрастанию, например, или по убыванию. Алгоритмы сортировки можно классифицировать, например, по степени роста сложности. Различают лучший, средний и худший случай степени роста алгоритма, который определяется, конечно же, с помощью О-нотации, которую мы с вами рассматривали на первом нашем занятии. Там же вкратце смотрели на алгоритм сортировки пузырьком, для него находили степень роста сложности. Так вот, если требуется отсортировать некоторое множество А, то лучшим считается алгоритм со степенью роста сложности n, умноженная на логариф от n, чем алгоритм со степенью роста n в квадрат. Это мы тоже с вами смотрели на первом уроке. В частности, находили степень роста для алгоритма сортировки пузырьком и смотрели, что она равна n в квадрате. Также алгоритмы сортировки классифицируют по использованию дополнительной памяти при работе. Также говорят о рекурсивных алгоритмах и нерекурсивных. Говорят о устойчивости алгоритма. Что это значит? Вот устойчивым считается тот алгоритм, который при сортировке, например, какого-то массива, возьмем какой-нибудь массив, например, 1, 2, 8, 2. И вот результатом сортировки этого массива, например, по возрастанию, будет значение 1, дальше вот эта двойка, вот эта двойка, дальше вот эта двойка и только потом 8. Устойчивым называется тот алгоритм, который сохраняет последовательность одинаковых элементов, которые в нем идут, как в входном множестве, так и в выходном. Что это значит? Что вот у нас эти двойки, они у нас вот в этом порядке шли в базовом нашем множестве, так же они идут и в нашем уже отсортированном множестве. Вот это такие вот особенности. Так же алгоритмы сортировки различают по методу, который они применяют для того, чтобы из не отсортированного массива перейти к отсортированному. В частности, мы с вами будем смотреть на алгоритм сортировки вставками, слиянием и так далее. Методы сортировки, которые там применяются, как раз и называются методами вставки, слиянием и вот обменом. В частности, мы сейчас с вами посмотрим на метод, который нам позволяет обменивать местами вот два значения в нашем не отсортированном массиве для того, чтобы найти для них правильную последовательность. Алгоритмов сортировки на сегодняшний день очень много и наиболее распространенными среди алгоритмов сортировки считаются это алгоритм сортировки пузырьком, ставками, выбором, слиянием, быстрая сортировка. Вот эти вот сортировки, которые я назвал, мы с вами в этом уроке будем рассматривать. Алгоритм сортировки Shell выносится на домашнее задание и будет предложен вам в качестве дополнительного. Давайте теперь с вами посмотрим на метод Swap. Когда мы только что с вами рассматривали вот на этом слайде методы сортировки, в частности мы говорили о методе сортировки вставками, слиянием и обменом. Метод Swap как раз и позволяет нам поменять местами два элемента, которые идут в нашем массиве, если для этого есть предпосылки и требования. Когда алгоритм сортировки требует как раз перестановки элементов, используется специальный метод, который мы сейчас с вами рассмотрим. Он является базовым для всех тех алгоритмов, которые мы с вами будем сейчас смотреть, поэтому он выносится перед ними. Метод Swap он принимает в качестве аргумента три элемента. Первое это массив, второе это переменную left и переменную right. Right и left это фактически указатели на левый элемент, вот этот вот, и правый. Вот это у нас левый, это правый. Таким образом, перед тем как поменять эти значения местами, мы с вами проверяем. Left он не равен right, потому что смысл обмена будет только в том случае, если здесь у нас значения разные. Если они одинаковые, нам их менять не стоит. Это то, о чем мы чуть выше говорили. Дальше. Если эти значения разные, то есть у нас здесь два, здесь один, нам следует создать некоторую буферную переменную темп временную, в которую записать значение, например, left. Дальше. Перезаписать значение, которое находится в ячейке, на которую указывает указатель left. То есть, в частности, вот, например, у нас вот это значение, единица, попадет вот сюда, вот эту вот ячейку. И теперь нам останется только поменять значение в переменной right. То есть, взять из темп и занести туда значение 2. Таким образом, вот это у нас, это у нас темп, темп, а вот это у нас right и left. Вот таким вот образом. Просто заносим значение одной ячейки в переменную темп. Дальше. То значение, которое мы сохранили с вами в темп, перезаписываем. Вот, в частности, вот здесь вот у нас как раз происходит перезапись. То есть, вот здесь мы в темп помещаем значение, здесь перезаписываем и дальше просто из темп извлекаем. Извлекаем уже на нужную нам позицию. Таким образом, мы видим с вами, что вот у нас были две входные ячейки. Это первая, вот эта вот вторая. И мы их, соответственно, поменяли местами. То есть, переписали значение из одной в другую. Вот этот метод мы будем с вами широко использовать в дальнейших наших алгоритмах сортировки. Ну и вот, наконец-то, мы с вами подходим к первому нашему алгоритму. Алгоритм сортировки пузырьком. Давайте его рассмотрим более детально. Алгоритм сортировки пузырьком. Это такой очень простой алгоритм сортировки, который, выполняя проходы по массиву элемента, каждый раз перемещает наибольший элемент в его конец. Давайте посмотрим на эту таблицу. Вот у нас есть три варианта сложности. И степень сложности, в частности, вот линейная, это лучший вариант. Это в том случае, если у нас массив уже полностью отсортирован, и нам просто надо перебрать каждый элемент и убедиться в этом. И средний, наихудший вариант, это когда у нас все-таки массив полностью не отсортирован, и нам приходится прибегать к использованию двух циклов, которые мы, собственно, с вами и будем смотреть немножко позже. Рост памяти у нас в данном случае является константой. Сейчас мы в этом убедимся, когда будем рассматривать наш пример. Давайте посмотрим на работу самого алгоритма. Вот здесь вот зелеными такими квадратами я обозначил исходный наш массив. Что делает программа, когда получает на вход вот этот вот массив? Как действует алгоритм? Первое. Он берет два значения, вот у нас здесь желтым цветом указаны, берет два первых значения и начинает их сравнивать. Если его не устраивает порядок следования, а я напомню, что мы сортируем с вами этот массив от меньшего к большему, то есть по возрастанию, если порядок этих двух элементов его не удовлетворяет, то есть левое значение, оно больше, чем правое, он их меняет местами. В частности, 3 и 7 его устраивает такой порядок, поэтому он переходит к следующей паре. Он берет значения 7 и 4. Вот эти значения были им взяты, и поскольку порядок его не устраивал, он их поменял местами. Теперь у нас массив вот этот стал 3, 4, 7. Переходим к следующему шагу. Берем значения 7 и 4. Здесь тоже порядок не устраивает, меняем местами. Берем значения 7 и 6. Порядок тоже не устраивает, меняем местами, потому что слева должен быть меньше, а справа должен быть больше. Следующее. 7 и 5. Вот эта пара. Тоже здесь порядок не удовлетворяет нас, мы меняем местами. И значения 7 и 8. Здесь порядок правильный. Таким образом мы с вами нашли фактически самые большие элементы в нашем вот этом вот массиве исходном и записали этот самый большой элемент вот в самую нашу крайнюю правую ячейку. Это первый этап. Таким образом у нас ячейка вот эта вот последняя сейчас хранит в себе самый большой элемент и является отсортированной. Переходим с вами дальше. Следующий шаг. Мы уже вот эту ячейку не трогаем, поскольку она у нас отсортирована. Мы находим самое большое значение вот здесь вот, в этой части нашего массива, который сейчас еще не является отсортированным. Алгоритм тот же. Берем два значения 3 и 4, сравниваем их между собой. Последовательность следования значений 3 и 4 нас устраивает. Берем значение 4 и 4. Вот сравниваем. Здесь тоже устраивает последовательность. Берем значение 4 и 6. Последовательность тоже устраивает. Следующее 6 и 5. Здесь уже меняем местами, поскольку слева должно быть меньше, справа больше. Поменяли. Вот стрелка мы здесь показали, что меняем их. Дальше берем значение 6 и 7. Здесь порядок тоже нас устраивает. Таким образом, вот тут вот мы получаем с вами последнюю интерацию на шаге проверки вот этого массива. Под массива, да, вот от 3 до 7 и говорим, что наибольшее здесь значение это 7. Идем дальше. 7 и 8 теперь у нас считаются отсортированными. Мы повторяем тот же алгоритм для не отсортированной части. Берем соседние два значения, сравниваем, находим самый большой из них. Это значение 6. Вот видите, 6 у нас уже попадает в отсортированную часть. Дальше. То же самое проделываем для оставшейся части. 3 и 4, 4 и 4. Вот четверку ставим. И последняя интерация, видите, вот здесь вот у нас сравнится значение 3 и 4. Мы желтым их обозначили. Порядок устраивает. Таким образом, вот здесь вот мы в результате получаем полностью отсортированный наш массив. Давайте теперь перейдем в Visual Studio и посмотрим на реализацию вот этого вот примера на языке C Sharp. Для реализации алгоритма сортировки пузырьком нам понадобится несколько методов. Первый метод это метод swap. Мы его с вами смотрели в презентации, который позволяет нам переставлять элементы в нашем массиве. Следующий метод это непосредственно метод сортировки пузырьком. BubbleSort. Сейчас мы к нему вернемся. И также, естественно, нам понадобится метод main. Давайте с него и начнем. В теле метода main на 53-й строке мы с вами создаем массив целочисленных элементов с именем array. На 55-й строке мы с вами вводим на экран фразу массив до сортировки и в цикле for выводим этот массив до сортировки. Далее мы вводим фразу отсортированный массив и на 64-й строке вызываем метод bubbleSort. И мы в качестве аргумента передаем по ссылке наш массив array. Давайте посмотрим, что у нас происходит дальше. Мы с вами переходим в тело нашего метода bubbleSort и начинаем анализировать. На 29-й строке мы с вами создаем переменную swaped типа boolean. И видим, что у нас здесь применяется цикл do-while, внутри которого есть цикл for. В нашем первом с вами примере этой сортировки еще в первом уроке там было два цикла for. Ну, здесь немножко по-другому сделана реализация. Смысл остался тот же. Мы заходим с вами на первую интерацию нашего внешнего цикла do-while и инициализируем переменную swaped значением false. Дальше. В цикле for мы, видите, начинаем его со значения 1 до длины нашего массива. Начинаем перебирать все элементы. Вот у нас первая интерация внутреннего цикла. И у нас равно 1. И минус 1 у нас равно 0. Значит, мы берем с вами первый элемент из нашего массива и сравниваем его с помощью метода compareTo с элементом по индексу 1 из нашего массива. Давайте посмотрим, что у нас там находится. Первый элемент в нашем массиве по индексу 0 это тройка. Второй элемент по индексу 1 это у нас значение 7. Мы сравниваем 3 и 7. Говорим, 3 у нас больше чем 7. Если да, то мы возвращаем значение больше единицы. Если нет, то значение меньше единицы. Давайте посмотрим. Нажимаем F11. В итоге у нас 3, естественно, не больше 7. Поэтому нам никаких перестановок не надо проводить. Мы с вами просто переходим на следующую интерацию. Увеличиваем и на единицу. И теперь у нас равно 2. Мы с вами берем первый элемент из нашего массива, то есть по индексу 1 и второй элемент по индексу 2 из нашего массива. Смотрим. Это у нас берется значение 7 и 4. Вот здесь нам придется их переставить местами, потому что последовательность, она у нас неправильная. Нам надо, чтобы было 4 и 7. Для этого мы заходим в тело условной конструкции и в качестве аргумента для метода swap передаем массив и два индекса. Первый индекс это у нас и минус 1 и второй индекс это и, то есть единицу и двойку. Заходим с вами в метод swap, проверяем, что у нас эти индексы не равны, потому что если они равны, то переставлять их местами нет смысла. Они указывают на один и тот же элемент и реализуем вот здесь вот тот алгоритм метода swap, который мы еще в презентации смотрели. Сначала заносим в переменную temp значение, которое хранится в нашем массиве по индексу f. В temp у нас таким образом попадает 7. Теперь мы его перезаписываем. Вместо 7 мы ставим туда 4. Давайте в этом убедимся. Вот у нас, видите, 7 пропала. Сейчас она у нас находится в переменной temp, а здесь у нас появились вот 2 четверки. Даже 3, 3 четверки. Вот еще следующая 4. Что теперь нам надо? Теперь нам надо поставить 7 на место этой четверки. Items.write равно temp. Что мы, собственно, и делаем. Теперь у нас 3, 4, 7. Вот эта часть у нас поменялась. 4 и 7 поменялись местами. Следующее, что мы с вами делаем, это переходим опять в нашем цикле на следующую интерацию. Проверяем теперь с вами следующие два элемента. Давайте посмотрим, какие это. И у нас 3. Значит, здесь второй элемент, а здесь третий. Берем. Вот у нас значение по индексу 2, а здесь у нас значение по индексу 3. Это 7 и 4. Их тоже надо менять местами, так же, как и в предыдущем примере. Вот мы здесь их поменяли местами. Видите, семерка у нас всплывает таким образом. Вот почему называется сортировка BubbleSort. Потому что самый большой элемент из нашего массива, он такое впечатление, что всплывает у нас. Так, всплывает. Меняем местами. Берем еще одну итерацию. Давайте еще одну посмотрим. Вот сейчас и у нас 4. Значит, здесь у нас 3, здесь у нас 4. Что у нас там? 3, 7, 4, 6. По индексу 4 у нас шестерка. Тоже надо менять местами. Заходим. Меняем быстро. Получаем, вот у нас, видите, 7 уже вплотную подбирается к концу нашего массива. Берем еще одну итерацию. 5. Ну, соответственно, 4 и 5 у нас. 4 это у нас 7, 5 у нас 5. Тоже надо менять местами, потому что 7 и 5 они в неправильном порядке стоят. Поменяли их местами. И устанавливаем вот этот флаг. Swapet каждый раз в значение true. Мы говорим с вами, что были изменения в нашем массиве. Мы что-то меняли. Еще одна итерация. И у нас равно 6. Смотрим. И у нас равно 6. Значит, мы с вами берем значение 5. По индексу 5 и по индексу 6. 7 и 8. Анализируем. Вот здесь у нас все правильно. 7 меньше, 8 больше. 7 слева, 8 справа. Таким образом, заканчивая эту итерацию, мы переходим с вами на проверку условия, которая находится в нашем цикле while. Swapet у нас в данном случае true, потому что мы с вами заходили вот сюда вот в условную конструкцию. У нас там были какие-то несовпадения. Мы эти несовпадения устраняли, меняли элементы местами. И swapet устанавливали в true. Изменения, значит, в массиве у нас были. Таким образом, swapet true. True у нас не равно false. И это правда. Значит, возвращаемое значение вот этой всей конструкции, если здесь true, у нас true, мы делаем еще одну итерацию цикла 2. Что на этот раз? На этот раз мы с вами анализируем следующий момент. Мы также с вами начинаем анализ со значения единицы. В данном случае вот у нас значение единицы. И мы повторяем еще раз тот же алгоритм, каждый раз сравнивая значения. Обратите внимание, что при таком подходе, когда мы используем цикл do while, мы фактически с вами вынуждены каждый раз начинать опять из единицы и заканчивать значением длины массива. То есть мы с вами фактически здесь делаем в какой-то мере лишнюю работу. Почему? Потому что вот когда мы с вами здесь каждый раз перебираем внутренним циклом for все элементы, мы ведь также с вами, ну вот зашли тут на какой-то из них, мы здесь каждый раз перебираем даже тот элемент, который у нас считается отсортированным. То есть мы понимаем с вами, что, например, на третьей интеракции нашего внешнего цикла, вот значения 6, 7 и 8, они уже будут стоять в правильном положении. Но тем не менее, цикл for все равно продолжает нам их перебирать. Это, к слову, о том, что этот алгоритм еще можно оптимизировать. Тот алгоритм, который приведен у нас в нашем первом уроке, он как раз использует вместо цикла do while цикл for. И он учитывает вот этот вот момент, он не перебирает все элементы внутренним циклом до конца. Он понимает, что поскольку, например, там на третьей и четвертой интеракции мы получим с вами полностью отсортированную вот эту часть 6, 7 и 8, например, они будут стоять по нужным позициям, так нет необходимости циклу for внутреннему перебирать весь этот массив заново. Достаточно перебирать только некоторую часть небольшую, не отсортированную. Но здесь этой реализации у нас нет. Я вам советую самостоятельно переделать немножко этот пример, заменить вот этот цикл do while на цикл for и тем самым улучшить этот алгоритм. Ну а мы его, конечно, сейчас досмотрим до конца. Вот мы смотрим с вами, что мы дошли до момента, когда у нас полностью весь массив отсортирован. Видите, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Там всего лишь одна у нас еще осталась. Вот так вот. Это интерация. И смотрите, фактически, что у меня здесь происходит. Здесь я полностью уже закончил сортировку и флаг у меня swaped. Он все еще в true, потому что здесь мне на второй интерации внешнего цикла do while пришлось там один раз все-таки что-то поменять. Давайте посмотрим на следующую интерацию. Swaped у меня false. И я начинаю опять заново полностью анализировать вот этот вот мой массив. Я беру его первый элемент, второй элемент, по индексу 0 и 1 и сравниваю их. 3 у меня меньше, чем 4. Значит, возвращаемое значение меньше 0. Я беру следующий. Вот видите, я беру там следующий. 4 и 4, они у меня вообще равны. И вот следующий. И так далее. Вот и, например, здесь у меня 4. Значит, я сравниваю значение 3 по индексу 3 и по индексу 4. 5 и 6. Порядок у них правильный, поэтому я перебираю. Видите, сейчас мне приходится перебирать полностью весь этот массив. Опять до конца. Опять до конца. Хотя вот в презентации у нас там как раз был показан пример, когда вместо do мы тут ставили с вами цикл for. Я вам его советую все-таки написать самостоятельно. Вот с этим вот моментом поиграться, как можно улучшить, ускорить работу немножко этого алгоритма. Но в цикле do while здесь есть тоже один довольно-таки очевидный плюс. За счет использования вот этого вот флага false. Сейчас смотрите, что у нас получится. Когда мы ни разу не зашли вот сюда вот в тело условной конструкции, ни разу не вызывали метод swap и, соответственно, ни разу не устанавливали у нас был флаг swap. У нас он остался false. И мы сказали, что раз в массиве не было ни одной перестановки, значит он полностью отсортирован. Swap у нас равен false. False не равен false, а это неправда. Значит возвращаемое значение всей этой конструкции false. И мы можем покинуть этот цикл. То есть здесь есть различные вариации по поводу реализации этого алгоритма. Но суть его одна и та же. Мы фактически находим с вами самый большой элемент и вот так он у нас в процессе работы этого алгоритма как бы всплывает на нужную нам позицию. Давайте перезапустим этот пример, посмотрим на результат его работы. Вот массив до сортировки 3, 7, 4, 4, 6, 5, 8. И отсортированный массив 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так он у нас отработал. Ну а мы с вами возвращаемся в нашу презентацию и поговорим о следующем алгоритме. Алгоритме сортировки вставками. Алгоритм сортировки вставками это тоже простой алгоритм на каждом шаге, которого выбирается один из элементов массива, для которого осуществляется поиск нужной позиции в уже отсортированном массиве. Алгоритм выполняется до тех пор, пока набор входных данных не будет исчерпан. Ну и выбор, соответственно, очередного элемента из исходного осуществляется произвольно, но мы будем это делать по порядку. Тут тоже есть различные вариации. Сложности алгоритма при этом в лучшем варианте будет иметь линейную степень сложности O от N. Это в том случае, если алгоритм отсортирован и если нужно все-таки переставить какие-то элементы местами, то сложность сразу возрастает до степени N в квадрате. Рост памяти. Поскольку ни этот алгоритм, ни наш предыдущий алгоритм сортировки пузырьком не используют рекурсию, то затраты памяти у нас никак не увеличиваются при работе этого алгоритма. Давайте теперь посмотрим на его работу. Сортировка вставками. Алгоритм начинает процесс сортировки с элемента 3 под индексом 0. Дан у нас вот такой вот массив. Первый элемент у него это значение 3. Поскольку у него значение до этого индекса, массив считается сортированным. Мы так принимаем это за аксиом, что поскольку мы берем с вами первый элемент из массива, он считается сортированным. Алгоритм переходит к следующему элементу. Это число 7. Мы с вами выбираем вот следующий элемент из нашего массива. Мы будем это делать по порядку, но можно было произвольным каким-то образом выбирать эти элементы. Вот мы берем с вами значение 7 и сравниваем с каждым элементом отсортированного массива. Поскольку это число больше, чем любое другое из отсортированной части, оно включается в отсортированный массив. Вот в частности мы просто сравнили 3 и 7, поняли, что 7 у нас больше. Значит мы оставляем его на том же месте, на котором оно у нас находилось. Мы соответственно это число никаким образом не меняем. Давайте посмотрим на следующую итерацию. Алгоритм переходит к следующему элементу. Это значение 4. Оно меньше, чем 7, поэтому нужно найти ему место в отсортированном массиве. Мы начинаем собственно наш поиск. Мы его сравниваем со всеми элементами и находим для него нужную позицию. В частности вот была найдена позиция, вместо 7 надо поставить значение 4. Мы их фактически здесь просто меняем местами. 4 у нас занимает позицию 7, а 7 позицию 4. Поменяли. После нахождения места новому элементу алгоритм повторяется, а подмассив 3, 4, 7 становится упорядоченным. То есть вот этот вот подмассив сейчас у нас считается как бы отсортированным. Идем дальше. Берем следующий элемент, это четверка, и тоже для него находим значение уже в отсортированной части нашего массива. Видим, что нам надо поменять значение 4 и 7 местами. Вот у нас 4 и 7. Изменили свои индексы, свое расположение в нашем массиве. Переходим дальше. Берем значение 6. Также находим для него место. Понимаем, что надо поменять 7 и 6 местами. Меняем. И идем дальше. Берем значение 5. И также для него начинаем искать место. Понимаем теперь, что его надо поставить место шестерки. Для этого нам надо что сделать? Взять 5, записать, например, его там в какой-то буфер или еще куда-то. Или вот сразу написать вот все. Тут уже может быть различные реализации. Или сразу написать в нужную ячейку. И потом просто сдвинуть как бы на одну ячейку вправо ячейки 6 и ячейки 7. Вот у нас показано, что пятерка попадает на место, которое занимало 6. А 6 и 7, они вот так вот вправо просто сдвигаются. Таким образом, мы с вами указываем, в какую ячейку именно мы хотим поместить значение 5. Для этого эту ячейку готовим и туда записываем 5. И вот последняя проверка, которую мы должны провести, найти место для нашего значения 8. Эти значения, которые у нас находятся в не отсортированной части, считаются не отсортированными, они у нас помечены красным цветом. И вот выбираем, выбор желтым у нас цветом, выбираем значение 8, вот эту вот ячейку, сравниваем с семеркой, ну и понимаем, что у нас, соответственно, она стоит на правильной позиции. Давайте с вами теперь перейдем в нашу Visual Studio и посмотрим на реализацию вот этого вот алгоритма сортировки вставками на языке США. Для реализации алгоритма сортировки вставками нам понадобится несколько методов. Метод Insert Insert, это непосредственно метод, который у нас будет базовым для реализации самой сортировки. Метод FindInsertionIndex, который нам понадобится для того, чтобы найти нужный индекс в отсортированной части массива. И метод Insert, который нам позволит вставить по нужному индексу, который нам был найден вот здесь, вот этим методом, нужные значения с учетом всех передвижений и перестановок. Ну и давайте на это все посмотрим. В теле метода Main на 89-й строке мы с вами создаем массив целочисленных элементов с именем Array и его передаем в качестве аргумента в метод InsertionSort. Давайте посмотрим, как он у нас работает. Для этого пошагово выполним работу этого метода. Посмотрим. Первое, что мы с вами видим, на 26-й строке мы с вами создаем переменную SortedRangeAndIndex, которую представим значение 1. Что это такое за переменная? Давайте мы сейчас вот сюда дойдем, откроем Items, непосредственно наш массив. SortedRangeAndIndex это указатель на тот элемент массива, который мы выбираем для вставки. Алгоритм вставки предполагает, что мы будем с вами выбирать какой-то произвольным образом элемент из нашей не отсортированной части и искать ему место где? В отсортированной части. Так вот, с сортированной частью мы с вами договорились, что будет считаться элемент по индексу 0. Вот, как только начинаем работать алгоритмы, первый элемент, который находится в массиве, считается полностью отсортированной частью массива. И поэтому SortedRangeAndIndex у нас равен 1. То есть мы выбираем следующий элемент, берем 7 и начинаем для него искать место в нашем массиве. Давайте посмотрим. В цикле while мы с вами проверяем SortedRangeAndIndex. Он у нас меньше, чем ItemSlang. То есть дошли ли мы до конца этого массива нашего или нет. Выбрали ли мы все элементы. В теле цикла while мы с вами осуществляем проверку. SortedRangeAndIndex. То есть мы с вами берем индекс 1. Подставляем массив, получаем оттуда значение 7 и 7 сравниваем с SortedRangeAndIndex минус 1. То есть с предыдущим значением. Предыдущим значением у нас является значение 3. Здесь у нас 7, здесь у нас 3. Мы говорим, что 7 у нас больше, чем 3, поэтому возвращаемое значение больше 0. Значит эти элементы стоят в правильной последовательности. Мы переходим на 36 строку и к SortedRangeAndIndex добавляем единицу. Таким образом мы с вами выбираем следующий элемент, а именно берем четверку и начинаем в ассортированной части, то есть между значениями 3 и 7 искать место для значения 4. Делается та же проверка. Начинаем мы с вами с SortedRangeAndIndex и его предыдущего значения. Смотрим, здесь у нас в частности значение 7 в предыдущем нашем варианте, а здесь у нас 4. Здесь у нас 7, здесь у нас 4. То есть нам в принципе с тройкой здесь не надо сравнивать, потому что мы просто смотрим, максимальное значение, которое у нас сейчас хранится в отсортированной части это 7. Нам достаточно с ним сравнить значение, которое мы выбираем, а именно 4. Если здесь порядок не соблюдается, значит надо что-то менять. Вот мы видим, что 4 и 7, соответственно нам вернули значение меньше единицы. Мы заходим в тело условной конструкции и понимаем, что четверку надо вставить в какую-то позицию в нашей отсортированной части массива. Для этого нам понадобится воспользоваться методом FindInsertionIndex. Это метод, который нам найдет индекс в отсортированной части массива, то есть, ну вот у нас, видите, подсказка есть, индекс в отсортированной части, то есть между значением 3 и 7, куда именно надо вставить четверку. Переходим на реализацию этого метода. Что мы делаем? В качестве параметра он принимает массив Items и Value to Insert. Видите, что мы сюда передавали? Мы сюда передавали то значение, которое нам следует вставить. Именно Items по индексу 2. Давайте посмотрим на работу этого метода. В цикле For мы с вами начинаем сравнивать. Берем первое значение по индексу 0 и сравниваем значением тем, которое мы с вами вставляем. Начинаем поиск для него индекса. Видим с вами, что Value to Insert это значение 4, вот эта четверка. Мы сравниваем его с тройкой. Получаем значение меньше 0. Переходим к следующей интеракции. Сравниваем теперь значение 7 и 4. 7 у нас больше, чем 4. Поэтому мы говорим, что надо вместо 7 поставить значение 4. То есть вот мы нашли как раз тот индекс. Ячейку, на которую он указывает, надо вставить значение 4. Возвращаем. Это первая часть алгоритма. Вторая. Непосредственно надо произвести вставку теперь по найденному индексу того значения, которое необходимо. Переходим к методу Insert. В качестве аргумента мы передаем сам массив. Передаем индекс, который мы здесь вот нашли. InsertIndex. По индексу говорим единица надо вставлять. И SortRangeAndIndex. то есть тот индекс, который у нас на данный момент указывает на последний элемент в отсортированной нашей части нашего массива. И начинаем анализировать работу метода Insert. Давайте сначала теоретическую работу его рассмотрим. Вот у нас есть представьте себе вот такой массив 0,1,2,4,5,6,3,7. Указатель InsertAdd это тот указатель который показывает нам куда именно в отсортированной части надо поставить наш элемент. В данном случае мы говорим 0,1,2,3. Вот сюда в эту часть надо поставить что InsertIn From 0,1,2,3,4,5,6 это тройка. То есть мы должны с вами взять и значение 3 записать вот сюда. Вот сюда. Какие действия у нас при этом происходят? Ну конечно же надо потом 5,6 взять эти 5,6 и их подвинуть на единицу вправо. Это мы с вами видели в презентации например. Что нам для этого надо сделать? Первое сохранить значение 4 вот этой четверки в переменную Temp временно сохраняем. Ну и сразу же по этому индексу тройку по тройке 0,1,2,3 записать то значение которое нам и надо. А нам надо записать тройку по индексу 3. Записываем. Таким образом получаем вот такую ситуацию 0,1,2 четверки уже нет она у нас в темпе в массиве не видна. Записали. Следующее что нужно сделать надо сдвинуть значение 5,6 на одну ячейку вправо. Как мы это делаем? Это делается пошагово. Сначала берется значение вот у нас исходный массив берется значение 6 вот 6 и сдвигается на одну ячейку вправо. как бы затираем значение 3 потом берем значение 5 и сдвигаем на одну ячейку вправо. Затираем 6 здесь она есть потому тут ничего страшного. И теперь у нас остается вот этот момент когда у нас вот эта пятерка она дублируется соответственно сюда надо поставить значение которое у нас в переменной темп. Запись значения переменной темп по индексу 4 как мы это делаем очень просто и стемп вот сюда у нас попадает четверка. Это что касается такой общей работы этого алгоритма добавления нового элемента с учетом всех переносов. посмотрим как это работает в нашем случае. Напомню вам что мы сейчас с вами хотим ставить значение 4 в отсутированную часть нашего массива. Первое согласно этому алгоритму который мы свыше рассмотрели нам надо взять значение по индексу 1 это семерка и записать его переменную там. Сохраняем семерку и сразу же по этому индексу 7 вставляем значение которое нам не требуется то есть четверку берем сразу из ячейки с индексом 2 сразу же берем значение 4 и вставляем его в требуемое место смотрим у нас как вы видите 7 пропало и вместо него мы установили 4 теперь мы с вами должны проверить надо ли нам сдвигать эти значения да действительно надо ну поскольку у нас здесь вот этот вот сдвиг всего лишь на одну там ячейку и там все равно у нас четверки поэтому видимого результата мы здесь не увидим так чтобы открыть item и посмотреть что цифра изменилась поверим реализация этого подхода сейчас будет другая интеракция мы на это посмотрим и требуется по индекс insert add плюс 1 ставить переменную там это то же самое что мы делали вот здесь видите вот это вместо этой пятер ставить значение которое есть темп находится ну в темпе у нас находится значение 7 поэтому мы как раз его туда и добавляем и вот у нас видите 3 4 7 сейчас это является уже отсортированным фактически нашим массивом давайте проведем еще одну итерацию закончим здесь sorted range индекс у нас переносится на следующую ячейку на ячейку с индексом теперь уже 3 давайте посмотрим следующую итерацию берем и сравниваем sorted range and index с длиной нашего массива говорим что не дошли еще до конца проверяем требуется ли для значения 4 какие-то поиски и нахождение для него ячейки в отсортированной части или может она уже стоит на своем месте требуется значит находим индекс по которому следует ставить ситуация у нас в принципе здесь дублируется потому что фактически вместо семерки нам надо ставить вот эту 4 поэтому такой же будет пример как и предыдущие вот нашли индекс сейчас вызываем метод insert передаем массив вот этот вот передаем индекс по которому мы будем вставлять и индекс откуда надо вставлять первое сохраняем в переменную темп значение которое будет перезаписываться это у нас 7 опять записываем на место 7 но уже новую 4 здесь опять нам в этом цикле не удастся посмотреть как у нас сдвиг осуществляется мы сейчас дойдем к этому моменту и семерку возвращаю на нужное нам место на индекс insert add плюс 1 sorted range индекс увеличиваем на единицу и он становится равен 4 теперь он указывает на значение 6 давайте здесь посмотрим еще эту интеракцию проверяем sorted range индекс он у нас пока что меньшая длина массива не дошли до конца проверяем значение 6 оно требует нахождение в отсортированной части нужной позиции или нет или оно на правильной позиции стоит требует потому что у нас 6 меньше чем 7 значит надо их поменять местами соответственно давайте будем искать для него место искать индекс начинаем с поиска индекса в нашем массиве вот от нуля до длины нашего массива в цикле начинаем сравнивать берем первый элемент это тройка сравниваем его с шестеркой правильная последовательность следующие берем следующее значение которое у нас там 4 сравниваем его с шестеркой скажем что условия удовлетворяет истинности тоже берем теперь вот наконец-то значение 7 вот это вот 7 и у нас равно 3 здесь 6 здесь у нас 7 здесь у нас 6 условия удовлетворяет истинности и мы возвращаем индекс того значения куда мы хотим вставить 6 логично что мы хотим вставить 6 вместо значения 7 начинаем процесс добавления этого значения в нужную ячейку первое что сохраняем значение 7 дальше сразу же вместо 7 записываем 6 можно в этом убедиться вот видите 6 ну и дальше начиная от индекс insertion from то есть от четвертого индекса до индекса в котором мы с вами хотим вставить новое значение до индекс insertion add начинаем смещать эти все элементы current у нас сейчас 4 здесь у нас 3 смотрим ну вот мы с вами фактически сейчас на первой интеракции вот этого цикла просто сместили значение 6 на нужную позицию на 1 таким образом затерли 6 и 6 ну не увидели тоже требуемого результата поскольку 6 и 6 мы затерли и здесь тоже у нас добавление просто уже семерки на нужную позицию вот сюда ну поскольку мы здесь тоже не увидели во внутреннем цикле вот этого эффекта когда у нас несколько значений сдвигается так как вот здесь вот у нас сначала мы там 6 сдвинули потом 5 потому что у нас не было в этом массиве такого разрыва большого но тем не менее я думаю что алгоритм вам здесь понятен sorted range индекс плюс плюс давайте уже просмотрим его до конца у нас здесь вот следующее значение которое мы берем это значение 5 вот для пятерки давайте найдем место теперь уже не семерка будет берем проверяем каждый элемент видите у нас проверяется сравниваем с тройкой потом с четверкой потом еще с одной четверкой и доходим до того момента когда у нас и указывает на 3 и мы сравниваем 6 и 5 говорят вот найден индекс куда надо поставить 5 потому что 6 у нас больше 5 найден это значение и мы начинаем с вами процедуру добавления этого значения 5 по нужному индексу вот у нас наш массив вот значение 3 здесь значение 5 нам надо из индекса 5 значение перенести в индекс 3 давайте посмотрим сохраняем первым делом в темп значение 6 которое мы сейчас сразу же тут же перезаписываем значением 5 вот вот мы пятерка его перезаписали ну и теперь нам надо что надо 7 подвинуть на место 5 давайте посмотрим вот вот у нас цикле 7 сейчас должно быть на место 5 вот мы его сдвинули на один элемент вправо ну и теперь что остается поставить здесь у нас еще одна итерация которая просто в частности пятерку еще нам сдвинет ну потому что мы же 5 сдвигаем 7 перезапишем вот все эти два элемента здесь как раз очень хорошо видно тот же пример который у нас чуть выше там в комментариях сначала мы семерку подвинули на место пятерки потом пятерку на место семерки таким образом у нас вот здесь образовалось такое место под значение 6 теперь нам надо эту шестерку записать в это место которое мы освободили вот шестерка стала на свое место замечательно передвигаем индекс дальше и начинаем дальше проверять все ли элементы стоят на месте дошли до конца и завершаем выполнение этого цикла запускаем этот пример видим с вами что вот у нас начальный массив 3 7 4 4 5 6 8 а вот он у нас сортированный в правильном порядке ну а мы с вами переходим к следующему алгоритму сортировки которая называется сортировка выбора алгоритм сортировки который на каждом своем шаге отыскивает наименьший элемент в не сортированной части массива и устанавливает его в соответствующую позицию массива этапы сортировки 1 нахождение минимального значения в массиве 2 обмен этого значения со значением первой не отсортированной позиции обмен не нужен если минимальный элемент уже находится в этой позиции сортировка остальных элементов списка или массива исключить взросмотрение уже отсортированные степень сложности данного алгоритма такая же как и у предыдущих если полностью массив отсортирован то там степень сложности возрастает линейно если у нас массив не отсортированный то степень сложности у нас квадрат Рост памяти. Тоже, как вы видите, алгоритм у нас не рекурсивный, поэтому память у нас там не выделяется дополнительно. Давайте посмотрим на алгоритм этот в работе. Вот у нас исходный наш массив. Мы берем значение по индексу 0 и начинаем его сравнивать со всеми значениями, которые есть у нас в массиве. Таким образом, если после первого сравнения мы определяем, что самый маленький элемент, например, находится у нас, ну скажем, во второй ячейке, то мы должны с вами будем поменять первую и вторую ячейку местами, то есть их значения. Но после того, как выполнится первая итерация нашего внутреннего цикла, мы на позицию 0 в нашем массиве должны записать самое маленькое значение из вот этой вот части всей массива. Что здесь, собственно, и происходит? Каждый элемент поочередно сравнивается с тем элементом, который сейчас находится по индексу 0, и если подтверждается, что это самый маленький элемент массива, он у нас, видите, уже выделяется здесь красным, и мы его говорим, что помещаем по нулевому индексу, и фактически это у нас будет началом нашего отсортированного массива. Дальше мы берем значение 7, сравниваем его с каждым элементом из оставшейся вот этой части. По нулевому индексу мы уже не трогаем, сравниваем со всеми элементами из не отсортированного массива. 7 у нас больше, чем 4, поэтому его надо поменять местами. И сказать, что вот теперь по индексу 1 у нас будет находиться новый, самый маленький элемент в нашем массиве. Но дело в том, что мы сравнили только его с значением по индексу 2. Теперь нам надо убедиться, что действительно здесь самый маленький элемент из всех, которые у нас есть. Для этого мы сравниваем его со всеми остальными и подтверждаем, что здесь у нас самый маленький элемент. Вот мы его здесь выделяем красным. Берем 7 опять, сравниваем его с соседним элементом. Меняем местами, поскольку 7 у нас больше 4. И также сравниваем со всеми остальными элементами из нашего массива, чтобы убедиться, что действительно вот в этой оставшейся части 4 действительно самый маленький элемент. Опять берем 7 и сравниваем с шестеркой. Меняем их местами, поскольку 6 меньше, чем 7. И 6 сравниваем уже с пятеркой. Пятерка, она меньше, чем 6. Значит, нам надо убрать 6 и поставить 5 вместо нее, чтобы сказать, что самым маленьким элементом вот в этой части массива является 5. 5 сравниваем с восьмеркой и подтверждаем, что 5 самый маленький элемент вот в этой вот не отсортированной части массива. Берем 7, сравниваем с шестеркой. 6 и 7 меняем местами по тому же принципу. 6 сравниваем с восьмеркой, подтверждаем, что 6 самый маленький элемент вот этой части массива. Сравниваем 7 и 8, понимаем, что у нас все эти элементы стоят на своих местах. И заканчиваем сортировку вот таким вот результатом. Давайте теперь откроем Visual Studio и посмотрим на реализацию этого алгоритма сортировки на языке C Sharp. Для реализации этого алгоритма сортировки нам понадобится метод swap, метод selection sort, который непосредственно будет реализовывать этот алгоритм, и метод для нахождения минимального элемента в нашем массиве. Давайте начнем с вами с метода main. В теле этого метода на 59 строке мы с вами создаем массив, который мы будем с вами сортировать с помощью метода selection sort. Давайте пошагаем здесь. Переходим к анализу метода selection sort. В качестве аргумента этот метод принимает массив, и на 28 строке мы в нем создаем переменную sorted range, в которой устанавливаем значение 0. Что это значит? Указатель sorted range будет указывать на самый маленький элемент в нашем массиве для текущей вот итерации внутреннего цикла. Сейчас мы это увидим. Записываем туда 0, потому что начинаем с нулевого индекса. И в цикле while, пока у нас sorted range end не будет равен длине нашего массива, то есть пока мы не переберем весь наш массив, мы начинаем с того, что в переменную next index записываем индекс того элемента, который считается на данный момент самым маленьким. Для этого мы воспользуемся методом find index of smallest from index. Находим здесь фактически индекс самого маленького элемента в текущем массиве. Переходим. Анализ этого метода. В теле этого метода, который принимает в качестве аргумента у нас массив и sorted range index, то есть тот индекс, на который в данном случае у нас указывает вот этот вот наш указатель. Давайте сразу пальтимся еще, заглянем, посмотрим. Вот сейчас он указывает на тройку. Этот указатель говорит, что самым маленьким элементом сейчас в этой массиве является 3, но мы об этом еще не знаем, потому что не проверяли. Это надо проверить. На 42 строке мы с вами создаем переменную current smallest и туда записываем вот значение, которое хранится по индексу sorted range end. На 43 строке в переменную current smallest index мы записываем sorted range end. То есть здесь мы указываем значение самого маленького элемента, а здесь индекс его. Это всего лишь пока что предположение, сейчас мы это будем проверять. Вот у нас в current smallest попадает тройка, а сюда ноль. И мы начинаем проверку, каким образом мы берем, начиная от индекса sorted range end плюс 1, то есть если мы возьмем items, то это от 7 до 8, вот этот вот весь диапазон, мы начинаем его в цикле форм перебирать и проверять. Current smallest, то есть вот это вот значение тройки, оно у нас действительно самое маленькое по отношению ко всем элементам массива. Если находится меньше, то мы его перезаписываем в current smallest, заносим то значение, которое меньше, чем у нас текущее, которое хранится в current smallest, и также меняем индекс. Ну как мы с вами видели, тройка действительно самый маленький элемент здесь, поэтому вот эта проверка нам сейчас будет давать только отрицательные результаты. Ну и возвращаемого значения нашего метода будет индекс самого маленького элемента в массиве. Дальше на 33 строке, когда индекс самого маленького элемента в массиве у нас найден, мы с вами меняем местами значения двух ячеек между собой. Каких именно? Ячейка, на которой у нас указывает указатель sorted range end, и ячейка, на которой указывает next index. В данном случае эти два указателя у нас равны нулю, поэтому никаких перестановок здесь у нас не выполняется. Вот только сейчас мы с вами подтвердили, что самым маленьким элементом вот в этом нашем массиве является тройка. И поэтому указатель sorted range end мы перемещаем на следующий элемент. Следующим элементом в нашем массиве является значение 7. Для него проделываем тоже операцию. Сначала проверяем, действительно ли значение, на которое у нас указывает sorted range end, является самым маленьким в нашем массиве. Воспользуемся для этого методом find index of smallest from index. В current molest записываем 7. Давайте посмотрим. 7. Тут 1 записываем. Там же что? По первому индексу находится. И в цикле for начинаем перебирать. Вот сразу же сравнение с следующим элементом дало нам результат больше нуля. Это значит, что нашелся элемент, который будет у нас меньше 7. Это 4. Теперь мы говорим, что самым маленьким значением будет четверка. Обновляем индекс и обновляем current smallest. Следующая итерация. Мы знаем, что четверка у нас сейчас самая маленькая в оставшейся части, поэтому все эти проверки, которые мы проводим, говорят нам то, что самый маленький элемент хранится в ячейке с индексом 2. Меняем местами. Что мы здесь меняем местами? То значение, на которое указывает индекс sorted range end, то есть индекс единица здесь, а здесь у нас индекс двойка. Значит между собой мы должны поменять значения 7 и 4. Меняем. И переходим к следующему элементу. Таким образом, у нас сейчас 3 и 4 являются отсортированными. И дальше нам требуется то же самое проделать для значения 7 и 4. Мы указатель sorted range end ставим на значение 7 и ищем вот самый маленький элемент между индексом 2 и индексом 6. Запустим этот пример и посмотрим, что по схожему алгоритму мы с вами проанализировали каждый элемент, каждый раз передвигали вот этот вот индекс sorted range end на новую позицию и находили между этим индексом и концом нашего массива самое маленькое значение, которое вот в этом диапазоне находится. И записывали его по вот этому вот указателю sorted range end. Если надо, меняли значение, которое у нас требует обмена. И таким образом мы с вами отсортировали вот этот вот массив. Я думаю, здесь просто. Ну а мы с вами возвращаемся в нашу презентацию и поговорим о сортировке слияния. Сортировка слиянием это такой алгоритм сортировки, который упорядочивает массив в определенном порядке. Реализует принцип разделяя властвую. Сначала массив мы разбиваем на части, после этого каждую часть сортируем отдельно и объединяем эти части в общее решение. Существует несколько этапов сортировки. Первый. Массив разбивается на два подмассива примерно одинакового размера. Ну, мы сейчас посмотрим. Рекурсивное разбиение массива на подмассивы происходит до тех пор, пока размер подмассива не достигнет единицы. Любой массив длины 1 можно считать упорядоченным. Теперь обратите внимание вот на эту графу в нашей таблице. Мы видим, что рост памяти здесь у нас линейный, потому что у нас в данном алгоритме применяется рекурсия и чем больше нам нужно разбиение, тем больше памяти у нас будет выделяться. Каждая из частей после того, как она была разбита, сортируется отдельно и два упорядоченные подмассивы соединяются в один. Таким образом получается степень сложности для данного алгоритма n умножить логарифм на n во всех случаях. Давайте перейдем на следующий слайд. Посмотрим, как он у нас работает. Вот у нас дан зеленый начальный массив. Мы его разбиваем на две части. На левую часть и на правую. Левый подмассив, правый подмассив. Дальше. Левый подмассив также разбивается на две части. На левый подмассив и правый подмассив. И они тоже, в свою очередь, разбиваются на две части. Мы разбиение проводим до тех пор, пока не получаем подмассивы длиной в одну ячейку. Здесь тоже самое у нас получается. Когда мы с вами разбиваем вот таким образом этот массив на части, мы вызываем раз за разом рекурсивно алгоритм его разбиения. Давайте теперь посмотрим на следующий слайд. Здесь у нас обратная процедура. Мы с вами анализируем, что у нас находится в левом подмассиве, что у нас находится в правом подмассиве, как должны эти ячейки стоять в результирующем массиве. И начинаем их собирать вместе, при этом анализируя порядок. Вот здесь порядок сохраняется, потому что три у нас меньше, чем восемь. Ассортируем мы по возрастанию. Здесь у нас два, здесь один. Порядок у нас не сохраняется. Значит их надо поменять местами. Сюда один, сюда два. Пять и четыре. Также надо поменять местами. Шесть и семь. Оставить порядок таким, какой он и был. Дальше мы берем два этих подмассива, там где три и восемь и один и два. И тоже между собой сортируем. Смотрим, в каком порядке здесь должны находиться элементы. Та же ситуация у нас и с правым подмассивом. Тоже мы здесь их вот так вот сцепляем вместе. И результирующий наш массив, который будет состоять из вот этих вот двух подмассивов, он тоже у нас, видите, будет отсортирован определенным образом по возрастанию в данном случае. Обратите внимание на вот это число восемь. Оно у нас, хотя и стоит последним в левом подмассиве, но, как вы видите, попадает на правильную позицию. То есть мы не просто берем вот так вот просто один подмассив, этот подмассив и просто ставим их вот так вот вместе здесь. Нет, мы каждый элемент здесь анализируем и находим ему нужное место в результирующем подмассиве. Просто такое разбиение, когда мы вот так вот работаем, изначально сортируя эти два подмассива, позволяет нам быстрее сделать вот эту вот финальную конкатенацию, объединение в конечный массив с конечным результатом. Для того, чтобы лучше разобраться в работе этого алгоритма, давайте с вами перейдем в Visual Studio и посмотрим на его реализацию на языке C-Sharp. Для того, чтобы реализовать этот алгоритм, нам понадобится несколько методов. Метод mergeSort и метод merge. Как они работают, мы с вами сейчас посмотрим. Начинаем мы с вами с тела метода main. Вот на 78-й строке мы с вами создаем массив с именем array и блок инициализатора заполняем его значениями, которые у нас будут сортироваться. На 82-й строке мы с вами вызываем метод mergeSort. Давайте пошагаем и вызываем этот метод. В теле этого метода на 15-й строке в условной конструкции мы проверяем items.length меньше равно 1. Как вы видите, в качестве аргумента у нас сюда передается массив items и здесь мы как раз проверяем, равна ли его длина единице или меньше. Поскольку у нас она не равна единице, мы с вами переходим дальше. На 22-й строке мы с вами создаем переменную leftSize, куда записываем значение items.lens разделенное на 2. Что это значит? Это мы находим с вами размер левого подмассива. А вот это мы находим размер правого подмассива. От общей длины отнимаем размер левого подмассива. В данном случае здесь у нас будет 4 и в right у нас тоже будет 4, потому что там у нас всего 8 элементов в нашем массиве. Теперь наша задача создать два массива, левый и правый. Что мы с вами делаем на 24-й и на 25-й строке? Длина правого и левого массива 4 элемента. Теперь с помощью метода copy, вызванного на классе array, мы с вами копируем из нашего массива items, начиная с нулевого индекса, в массив left, там тоже с нулевого индекса начинаем, 4 элемента из items. Скопировали. Таким образом сюда у нас попадает значение 3, 8, 2 и 1. Смотрим. 3, 8, 2 и 1. Это будет у нас левый подмассив. Правый подмассив мы с вами начинаем копировать из items, начиная из left size, то есть с конца нашего левого подмассива, в правый подмассив и там начиная с значением 0. Тоже right size, 4 элемента. Скопировали. Таким образом у нас в left находится 3, 8, 2 и 1, в right находится 5, 4, 6, 7. Мы наш разбили массив на две части. Теперь наша задача повторить это же для левого подмассива. Видим с вами, что мы рекурсивно вызываем метод mergeSort, туда в качестве аргумента передаем левый подмассив. Проводим ту же процедуру. Разбиваем теперь items, 3, 8, 2, 1, его значение на два подмассива, на 3, 8 и 2, 1. Давайте посмотрим. Та же процедура. Слева у нас 3, 8, справа у нас 2, 1. Для левого подмассива опять повторяем эту же процедуру. До тех пор, пока мы не дойдем с вами до момента, что у нас в левом подмассиве и в правом подмассиве по одному элементу. Выполнили. Слева у нас 3, справа у нас 8. Вот теперь мы дошли, что у нас в левом подмассиве и в правом подмассиве по одному элементу. И на этом прекратили вызывать метод mergeSort, передавая туда в качестве аргумента левый подмассив. Фактически, мы сейчас с вами начали с вот этого массива, разбили его на две части, дальше перешли с вами к массиву 3, 8, разбили его на подмассив левый 3, правый 8. Вот то, что мы сейчас с вами сделали. Идем дальше. Теперь справа. Убедились, что справа у нас находится тоже всего лишь один элемент. Видели мы только что сюда заходили. И теперь наша задача объединить их вместе. Предварительно, конечно же, отсортировав. Для этого мы вызываем с вами метод merge. Давайте посмотрим. В теле этого метода мы создаем с вами левый и правый индексы и некий target index. Что это такое за target index? Фактически, это индекс, который будет у нас находиться в вот этом вот массиве, результирующем. Дело в том, что вот здесь вот у нас будет left index, а вот здесь вот у нас будет right index, а вот здесь вот будет бегать у нас некий target index, который будет работать с вот этим результирующим массивом. Давайте посмотрим на это. Таргет индекс, left и right у нас сейчас в нуле. Теперь мы берем левый подмассив, у него длина единица, правый подмассив тоже единица, в левом 3, в правом 8. И начинаем их объединять, конечно же при этом сортируя. Общая длина у них будет 2. Запускаем цикл while и начинаем анализировать. Left index у нас пока 0, это условие не срабатывает. Правый индекс 0, тоже условие не срабатывает. И мы переходим на 58 строку, где смотрим. Здесь у нас 3, в правом подмассиве у нас 8, 3 у нас меньше чем 8, значит возвращаемое значение у нас меньше 0. И мы в items, его длина сейчас всего лишь 2, мы заносим туда значение левого подмассива. Подмассива, в частности записываем туда 3. Записали, передвинули target индекс дальше. Из 0 передвинули в единицу. Reminding у нас пока еще больше 0. Смотрим, поскольку мы передвинули левый индекс, он у нас стал больше 0, мы заходим с вами на строку номер 50, и по индексу 1, вот здесь мы, видите, его увеличивали, в результирующий наш массив, в items, вот сюда, записываем то значение, которое хранится в правом подмассиве. Никаких изменений не произошло, потому что, как у нас там было, 3,8, так фактически и осталось. Все, на этом сортировка этой части закончена. Возвращаемся к копии, которую мы создали с вами с помощью вызова метода MarchSort. Обратный возврат из нашей процедуры. Переходим к правому подмассиву. Мы там с вами только левые подмассивы делили, теперь надо правые поделить. Вот сейчас посмотрим, что у нас здесь. Слева у нас значение 2, справа у нас значение 1. Слева 2, справа 1. Вот сюда перешли. Надо их проанализировать, если требуется, а здесь видим, что требуется, поменять местами. Сюда 1, сюда 2 поставить. Поделили. Убедились в том, что действительно это всего лишь одна ячейка и больше делений производить не надо. И начинаем теперь их сортировать. Задаем левый, правый и target index. Общая длина 2. И начинаем их анализировать. Левый индекс 0, правый 0 пока. Переходим к левому подмассиву. Вот у нас пока что left index, здесь у нас значение 0, а вот здесь значение 2. Справа у нас по нулевому индексу значение 1. Возвращаемое значение метода компоненту будет больше 0, значит мы переходим с вами на block else. И в items записываем по target index, он у нас сейчас 0, записываем значение правого нашего массива. Фактически здесь мы с вами перезаписываем то, что там хранится по нулевому индексу. Записываем единицу. Она у нас, видите, до этого была по индексу 1. Поменяли. И на следующей итерации мы с вами смотрим, правый индекс у нас менялся, поэтому в результирующий items по target index, а то у нас единица, записать то значение, которое находится в левом подмассиве. Записываем. И таким образом получаем значение 1, 2. А было 2 и 1. Посмотрите. Сейчас мы еще несколько раз пройдемся по вот этому вот циклу while. Посмотрим, как он работает. Я думаю, что здесь надо всего лишь несколько раз самому посмотреть, и будет понятно. Идем дальше. Это мы с вами отсортировали сейчас вот эти значения 3,8 и 1,2. Соответственно, нам еще надо 5,4 и 6,7. Давайте посмотрим. Слева у нас 3,8. Справа у нас 1,2. Мы пока что поднимаемся вверх. Теперь объединяем между собой вот эти вот 2, 3,8 и 1,2. Получаем вот этот вот объединенный массив. Давайте посмотрим. Что мы здесь делаем? Здесь мы берем левый подмассив 3,8. Правый подмассив 1,2. И начинаем смотреть, правильно ли они расположены относительно друг друга. Мы берем первый элемент в левом подмассиве, это тройка. И берем первый элемент в правом подмассиве. Это единица. 3 у нас больше, чем 1. Значит, возвращаемое значение больше 0. И значит, в результат, в items, нам по нулевому индексу надо записать меньшее значение. А оно сейчас у нас находится в правом подмассиве. Записываем. И единица. Видите, вот она была изначально, как бы в начале нашего разбиения. Сейчас значение 8,2,1. Это мусор фактически. Они еще не на правильных позициях своих. Сейчас мы только единицу. Вот она действительно сейчас стоит правильно. Давайте посмотрим. Идем дальше. Следующая итерация. Здесь 0, здесь 0. Переходим к анализу. В левом подмассиве у нас 3,8. Но мы берем с вами тройку. В правом подмассиве у нас 1,2. Мы теперь берем двойку. Тоже говорим, что возвращаемое значение больше 0. Переходим на items. И считываем данные из правого нашего подмассива в массив items. Таким образом двойка у нас попадает на правильную позицию. Target index передвигается на следующий элемент. Следующая итерация. Смотрим. Левый индекс у нас пока что не равен. Left length. Правый у нас равен. Потому что мы полностью забрали все значения из нашего правого подмассива. Теперь надо просто перезаписать в конец массива items. Левый подмассив. В левом подмассиве там значение 3,8. Записали. Первое значение. Сейчас у нас там 1,2,3. И последнее осталось. Вот записать туда 8. Замечательно. Merge. Возвращаемся. Возвращаемся рекурсивно. К следующей части. Теперь мы только добрались с вами до момента, когда у нас 5, 4, 6 и 7. У нас влево попадает 5,4, а вправо у нас попадает 6,7. Дошли вот к этой части. К этой части. Вот фактически сейчас на данном этапе выполнили вот эту часть полностью. И теперь нам надо вот эту часть отсортировать и получить вот этот вот результат. Давайте посмотрим на это. Происходит у нас разбиение. Слева у нас 5, справа у нас 4. Проверяем, что больше разбиений не требуется. И вызываем метод марч. Инициализируем левый, правый и таргет индекса. Романин 2. Здесь пока нули. Смотрим. Левый у нас подмассив 5, правый подмассив у нас 4. Анализируем 5 и 4. Последовательность у нас неправильная, потому что должно быть 4 и 5. Переставляем местами. В items по таргет индексу записываем значение справа подмассива. Таргет индекс плюс 1. И теперь осталось, что из левого подмассива пятерку записать по таргет индексу. Вот сейчас 4 и 4. 4 и 5. Было 5 и 4, стало 4 и 5. Замечательно. Отсортировали. Идем дальше. Выполнили. Теперь правый подмассив. Тоже разбиваем на 2. Рекурсивно видите, это все у нас происходит. Здесь 6. Здесь 7. Проверяем, что больше разбиений не требуется для левой части. Для правой части тоже разбиений не требуется. Там по одной ячейке всего. Переходим к методу March. Инициализируем индексы нулями. Общая длина 2. Здесь анализируем. Ни left индекс, ни right индекс у нас не равны left или right length, потому что мы не дошли еще до конца этих подмассивов. Смотрим. Слева у нас 6, справа у нас 7. Последовательность верна. Значит мы их так и оставляем. Вот, 6 и 7 без изменений. Готово. Теперь рекурсивный возврат из процедуры происходит у нас. И сейчас дойдем, посмотрим. И теперь у нас в нашем правом подмассиве 6 и 7, а в левом подмассиве 4 и 5. 4 и 5 и 6 и 7. Их надо объединить вот в 4, 5, 6, 7. Давайте посмотрим. Левый индекс 0, правый пока тоже 0. Берем значение первое с левого подмассива. Это четверка. Справа подмассива это шестерка. Смотрим. В target индекс заносим значение из левого подмассива. Следующее. Из левого подмассива берем значение 5 и сравниваем с правым подмассивом. Там у нас первое значение 6. Значит слева меньше. Слева поэтому и заносим опять в target индекс. Вот теперь мы дошли до конца нашего левого подмассива. Left индекс стал 2. И в items по target индекс дописываем те два значения из правого подмассива. Они у нас отсортированы, поэтому спокойно просто туда записали по target индексу. Все. На этом у нас в items 4, 5, 6, 7 получилось. Замечательно. Идем дальше. Опять рекурсивный вызов. Слева у нас теперь 4 значения. 1, 2, 3, 8. Справа у нас 4, 5, 6, 7. Это у нас финальное объединение. Вот это вот. Давайте теперь обратим внимание сейчас вот на эту восьмерку. Как у нас это работает. Левый индекс у нас пока в нулевой позиции, правый тоже в нулевой. Начинаем с левого подмассива. Берем значение 1, сравниваем со значением 4. Слева у нас меньше, поэтому левый у нас первый и заносится вот по индексу 0. Сейчас единица стоит на правильной позиции, все остальное вот это пока мусор. Вот это мусор. Сейчас мы это будем перезаписывать. Идем дальше. Пока не дошли до конца ни левого, ни правого подмассива, значит опять берем значение из левого подмассива. Это двойка. Сравниваем со значением 4. Ну, тоже меньше, поэтому записываем двойку. Вот сюда у нас 2 попало. Следующее значение. Тройка. А здесь четверка все еще. Значит, записываем 3. 1, 2, 3. Так. И вот теперь мы с вами берем здесь следующее значение, а это 8. 8 у нас больше, чем 4. Поэтому вот эта проверка дает нам отрицательный результат. И мы с вами переходим на блок else. И теперь говорим, что мы пока останавливаемся, не будем из левого подмассива брать элементы, будем их брать и справа подмассива. Берем четверку. Вот у нас становится 4. Здесь у нас 8. Следующее значение справа подмассива это 5. 8 у нас больше, чем 5. Значит, берем пятерку. Следующая итерация. Здесь 8. А здесь у нас берется значение 6. Повторяем процедуру. И последняя итерация, это когда здесь у нас берется последний элемент, это семерка, а здесь у нас берется 8. Переходим на блок else и 7 записываем по текущему target индекс. Все. На этом мы с вами закончили извлекать значение из правого подмассива. Мы дошли до конца. Right индекс у нас равен right length. Надо теперь из левого подмассива извлечь остальные элементы. В частности, извлечь оттуда восьмерку и получить вот такой вот результат. Видите, вот это уже полностью сортированный массив. Все. Закончили. И теперь можем вывести результат на экран. Вот у нас полностью отсортированный массив. был 3, 8, 2, 1, 5, 4, 6, 7, а стал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так вот работает этот алгоритм сортировки. Ну а мы с вами переходим в нашу презентацию и поговорим о алгоритме быстрой сортировки. Это такой алгоритм, который является на сегодняшний день наиболее быстрым из известных методов сортировки массива со степенью роста сложности n, умноженная на алгоритм от n. Этапы сортировки. Первый. Случайный выбор опорного элемента массива, pivot value, относительно которого переупорядочиваются элементы массива. Второй этап. Мы перемещаем все значения, которые больше опорного, вправо, а все значения, что меньше опорного, влево от него. Далее. Мы повторяем алгоритм для не отсортированной левой и правой части массива, пока каждый элемент не окажется на своей позиции. Степень роста сложности этого алгоритма n, умноженная на логарифм от n, и рост памяти при этом является константой. Давайте с вами более детально посмотрим на работу этого алгоритма. Для начала нам следует определиться с опорным элементом. Он у нас определяется случайным образом. Для этого мы с вами инстанцируем класс random. Получаем вот такой вот экземпляр, pivotRNG. На нем мы вызываем метод next, которому в качестве аргумента передаем значения left и right. Left и right это индексы. Вот это будет left, а вот это будет right. Которые мы используем для того, чтобы задать, в каком именно диапазоне мы с вами должны найти pivotIndex. Тот индекс, на который у нас будет указывать наш курсор. В частности, в данном случае мы его изобразили желтым цветом. Вот у нас вот этот pivotIndex. pivotIndex. Left у нас в данном случае здесь 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right у нас 6. Таким образом, от 0 до 6 мы нашли значение 4 и по нему установили pivotIndex. Значение у нас здесь 6. Теперь наша задача, чтобы все элементы, которые стоят слева от значения 6, были меньше него, а все значения, что больше, справа от него. Вот мы видим с вами, что, производя вот такую вот перестановку, мы добиваемся вот этого вот эффекта. Давайте посмотрим дальше. Далее, когда для значения 6 мы нашли позицию в нашем массиве, нам следует определиться с новым pivotIndex в левой или правой части нашего массива. Ну, мы начинаем с левой части. В частности, вот этой вот левой части мы определяем новый pivotIndex. Здесь у нас значение, как вы видите, 0, 1, 2, 3. Значит, от 0 до 3 мы с вами должны найти новый индекс. Вот у нас, в частности, это индекс, pivotIndex равен 1. Теперь, слева от значения 5 должны стоять элементы со значением меньше 5, а справа со значением больше. Мы видим с вами, что для этого надо значения 4 и 5 поменять местами. Вот мы их меняем. Теперь у нас получается 3, 4, 4. Все значения слева от 5 меньше него, все значения, что справа от него, больше. Далее. Мы с вами только что нашли место для значения 5 и взяли пятерку в качестве нашего pivotValue. Вот она теперь стоит на нужной позиции в нашем отсортированном массиве. Но это мы с вами брали относительно вот этой части, левой части относительно вот этого индекса. Теперь надо рассмотреть правую часть. Здесь мы тоже находим pivotValue, устанавливаем здесь соответствующий указатель, проводим сортировку и понимаем, что 8 у нас стоит на правильной позиции. Опять переходим к левой части. Теперь уже рассматриваем левую часть относительно пятерки. Пятерка у нас крайняя, поэтому вот у нас левая часть. Мы здесь берем тройку, понимаем, что она тоже на правильной позиции и закрепляем за ней вот это место. Видим, что у нас уже вот эти значения заняли свое место в нашем массиве. Осталось разобраться с остальными. Аналогично мы с вами вот здесь устанавливаем указатель, сортируем. Видите, 7 у нас занимает свое место. Дальше мы также поступаем с левой частью, вот с четверкой. Таким образом, вот здесь вот у нас получается полностью отсортированный массив. Еще раз давайте рассмотрим вот эту главную концепцию. Первое. Мы с вами находим некий опорный элемент, например, значение 5. Относительно него разбиваем наш массив. Мы говорим, что слева от 5 должны стоять значения меньше него, а справа от 5 должны стоять значения больше от него. В частности, мы видим, что вот эта вот закономерность у нас сохраняется в данном случае. Давайте теперь откроем Visual Studio и посмотрим на то, как можно реализовать алгоритм быстрой сортировки на языке C-Sharp. Для реализации алгоритма быстрой сортировки нам понадобится метод swap для перестановки двух элементов местами, метод быстрой сортировки сам QuickSort, который будет принимать в качестве аргумента массив, и метод QuickSort, уже в нижнем регистре, который будет принимать в качестве аргумента массив указатель на левый и указатель на правый индекс. Дальше нам понадобится метод partition, который нам будет помогать реализовывать поиск элементов в нашем массиве и вставку их по нужным нам индексам. Давайте на это все посмотрим. В теле метода domain мы вводим на экран фразу алгоритм быстрой сортировки, инициализируем массив вот этими вот значениями и вызываем метод QuickSort. В качестве аргумента передаем массив array. Заходим в тело метода QuickSort, передаем в качестве аргумента одноименному методу в нижнем регистре сам массив, значение для левого индекса и значение для правого индекса. Переходим в метод QuickSort. Здесь мы с вами инстанцируем класс random и проверяем. Левый индекс у нас должен быть меньше, чем правый, иначе выполнять этот код не будет никакого смысла. Мы на это сейчас посмотрим. Далее нам нужно с помощью генератора случайных чисел определить точки раздела нашего массива, то есть найти pivot index. Для этого мы воспользуемся методом Next, вызванным на экземпляре pivotRNG. В качестве аргумента передадим указатель на левый и правый элемент нашего массива. PivotIndex у нас равен 6, вот сгенерировано нам значение. Index – это у нас элемент в нашем массиве, вот item 6, значение для него 8. Давайте посмотрим. Теперь мы вызываем с вами метод Partition, который нам призван будет поместить все элементы, которые меньше 8 в левую часть, а все, которые больше, в правую. Давайте посмотрим, как это будет работать. Методу передаем массив, указатель на левый наш элемент, на правый и pivotIndex. Вызываем этот метод. Первое, что мы делаем, это узнаем элемент pivotValue, какое именно значение хранится по индексу pivotIndex. Это значение, как вы видите, 8, оно хранится по индексу 6. Дальше вызываем метод swap, которому в качестве аргумента передаем массив, pivotIndex и указатель на самый правый элемент в нашем массиве. Меняем местами между собой элементы, на которые указывает индекс 6 и индекс 10. В частности, видите, вот наше значение pivotValue теперь оказалось на вот этой вот ячейке со значением 10. Это сделано для того, чтобы мы всегда знали, где у нас находится наш pivotValue. Таким образом, мы предполагаем, что pivotValue у нас является максимальным значением в нашем массиве. Но это мы сейчас будем проверять. Создаем с вами некий sortedIndex. Будет нас указывать тот индекс в нашем массиве, по которому мы должны будем вставлять найденные элементы вот в нашем цикле. Начинаем с самого левого. Вот видите, от left до right, от 0 до 10, начинаем поиск. Берем первый элемент из нашего массива. Это 3. Сравниваем его с pivotValue. Там у нас 8. Сравнили. Здесь у нас 3 меньше 8 получалось. Возвращаемое значение меньше 0. Зашли в тело условной конструкции и, соответственно, поменяли местами. Значение, на которое указывает i, и значение, на которое указывает sortedIndex. Видим, что они сейчас совпадают, поэтому мы просто заходим и никаких изменений не видим. Но при этом sortedIndex у нас, как вы видите, передвигается на следующую позицию. В данном случае у нас будет сейчас указывать вот сюда, вот на эту семерку. Идем с вами дальше. Следующая итерация. Как раз берем это значение, видите, 7. Сравниваем со значением 8. Оно меньше. sortedIndex у нас, как и, указывает на эту семерку, поэтому понимаем, что нам здесь нечего переставлять. Мы идем дальше. Теперь sortedIndex у нас указывает на значение 4. Сейчас же i тоже будет указывать на него же. Вот мы видим, что здесь 2, здесь тоже 2, поэтому переставлять ничего не надо. Это значит, что 3, 7, 4, 4 и вот 6, 5 и 0, они все у нас будут меньше 8, поэтому мы здесь просто в этом убеждаемся. Видите, каждый раз вот так вот перемещая это значение. sortedIndex сейчас у нас будет 4, будет показывать на шестерку. И так далее. И так далее мы с вами будем идти до тех пор, пока не дойдем до конца нашего массива. sortedIndex сейчас показывает на пятерку. И у нас здесь тоже 5, ничего не меняется у нас. Сейчас мы дойдем до значения, вот сейчас 12 и посмотрим. И у нас сейчас 8. Указываем с вами на значение 19. 19 у нас больше, чем 8, поэтому мы его не трогаем. Идем дальше. Обратите внимание, вот sortedIndex, он у нас остановился на 12. Почему? Потому что когда мы с вами анализировали этот массив, все значения 3, 7, 4, 4, 6, 5, 0, они были меньше 8. Но когда мы нашли с вами значение 12, мы на нем остановили sortedIndex, как бы запомнили, где у нас значение, вот начиная с нулевого индекса, которое больше 8. 8 пока что у нас вот здесь вот прячется в последнем элементе массива, даже указывает right. Right, помним об этом. Давайте посмотрим. А и у нас просто перебирает все от 0 до 10. И вот в частности мы подошли с вами к ситуации, когда left у нас 9, right у нас 7. Что это значит? Мы дошли до того момента, когда нашли элемент в нашем массиве, и у нас сказал вот 2, оно меньше 8, его надо куда-то поставить. Куда поставить? Надо поставить его в ту позицию, на которую показывает sortedIndex. А sortedIndex показывает на 12. Нам вот эти вот элементы уже сейчас не важны. Не важен их порядок. Нам важен именно тот элемент, который является больше 8. Нам с этим надо определиться. Вот мы, видите, ставим вместо 12 двойку. Просто ставим вместо 12 двойку. И сдвигаем storeIndex на позицию числа 19, то есть на 8. Идем дальше. И заканчиваем анализ. Теперь вот на 64-й строке мы вот эту восьмерку ставим в нужную позицию. В какую именно? В ту, на которую нам указывает storeIndex. Так, чтобы у нас получилось, что все элементы, которые как бы слева от него или выше вот по нашему представлению вот этого массива, оказались слева от нее. Вот мы теперь восьмерку возвращаем на нужную позицию. Видите, все остальное у нас, в принципе, располагается правильно. Справа больше, слева меньше. Для восьми мы нашли место в нашем массиве. Возвращаем. Обратите внимание, что из этого метода мы storeIndex, то есть индекс, на который мы с вами здесь ориентировались. С помощью этого индекса мы определяем вот такую переменную newPivot. Она нам позволяет разбить наш массив относительно восьмерки на правую и левую часть. Что это значит? Вот у нас будет относительно восьми левая часть, а все остальное, чуть девятонос не видно, правая часть. И как раз вот этот индекс, который сейчас мы нашли, вот этот newPivot, он у нас как раз вот здесь вот newPivot и находится фактически. Давайте в этом убедимся. Восемь. Указывает вот именно на этот элемент. Теперь относительно него надо рекурсивно повторить вот эту операцию. Слева у нас ноль, справа у нас newPivot минус один, потому что восемь нас уже не интересует, минус один это семь. То есть от нуля до семи нам надо вот эту левую часть отсортировать. Вызываем метод quicksort, инстанцируем класс random, определяем, чтобы левый и правый указатели у нас были вот здесь вот. У нас будет левый указатель на тройке, а правый у нас будет на значении 2. Вот сюда. Вот так вот. Мы здесь с вами проверили. Идем дальше. Определяем теперь Pivot Index именно в этом диапазоне. Смотрим. Pivot Index у нас равен 2. То есть показывает на четверку. Теперь все, что слева, должно быть меньше 4, а все, что справа от позиции 4 и до конца нашего этого диапазона, до значения вот 2, должно быть больше. Давайте посмотрим. Первое, что мы делаем, это ставим нашу четверку вот сюда, вот как бы в самую правую крайнюю позицию. Заводим здесь Store Index и начинаем поиск. Первое. Начинаем сравнивать первый элемент в нашем массиве с Pivot Value. Видим с вами, что там у нас эти индексы и Store Index и E у нас совпадают. Пока что показывают на 0. Поэтому Store Index двигаем дальше. Следующая итерация. Вот у нас там значение 7. Оно нам позволяет Store Index зафиксировать на 7. Вот сейчас мы как раз Store Index на 7 зафиксировали. И если сейчас найдется элемент, который будет меньше 4, вот в дальнейшем, мы вместо семерки его и поставим. Значит 7 у нас как бы так зафиксирован на Store Index. Вот нашелся элемент 2 и Right 1. Left у нас 2, Right 1. Это двойка. 2 и 7 надо поменять местами. Store Index передвигаем дальше. Он у нас теперь показывает на двойку. И переходим в следующие итерации. Store Index, как вы видите, у нас все еще стоит на двойке. Ну и мы ищем новый элемент, который был бы меньше значения 4. И вот мы его находим. Left у нас указывает на 6, Right на 2. Смотрим. 6, действительно, вот у нас меньше четверки, вот этот вот 0. Значит, чего надо с семеркой поменять местами? Вот у нас 0 и 7 вот сюда мы выбросили. Нас сейчас интересует, чтобы у нас были вот здесь все элементы, которые меньше 4 шли. чтобы мы потом могли четверку поставить. Слева 3, справа 7. Давайте посмотрим. Left 3, это 4. Справа 7. Это у нас 4. Вот тоже надо их поменять, видно, местами. Заменили. И закончили. Таким образом у нас 3, 2, 0. И вот эту вот четверку нашу мы только что поставили на место. Все. На этом вызов метода Partition закончен. И мы переходим дальше. В New Point попадает значение 3. 0, 1, 2, 3. Теперь в диапазоне от 0 до 2. Вот в этом вот диапазоне. Вот здесь вот от 0 до 2. Мы будем производить все то же, что и делали до этого. Вызываем слева 0. Справа у нас будет 2. Проверили. Индексы. Левый и правый в правильном порядке. Находим новый пивот индекс. Он у нас теперь 0. 0 будет. И заходим на следующую итерацию. Пивот валью у нас 3 там. Переставляем его в самую крайнюю позицию. Вот видите, самое крайнее. Это у нас сейчас с индексом 2. Поставили. Стоп индекс. Устанавливаем в самую левую позицию. И начинаем поиск. Первое. Left 0. Right 0. Передвигаем. Store index. Следующее. Left 1. Right 1. Понятно, что здесь 0 стоит, поэтому меньше мы здесь не найдем. Но мы все равно перебираем. Закончили наш перебор. Дошли до конца. Пивот возвратил нам двойку. Теперь от 0 до двойки. То есть вот эти всего лишь два элемента. 0 и 2. Тоже проверяем, в правильном ли они в порядке здесь идут. Проверили. Сначала помним, да? Сначала 0 ставим. Вот как бы так нарушаем логику. 0 ставим в правую позицию. Проверили. И сейчас будем возвращать его на место. С одной стороны кажется избыточное такое явление. Но тем не менее требуется произвести его. Все. На этом закончили с этой частью. Left у нас 0. Right у нас минус 1. Я вам советую так же, как и я сейчас, пошагово посмотреть на вот этот вот пример. Расставить себе вот такие вот подсказки. Посмотреть, как меняется у вас массив. И главное, что нужно запомнить, это то, что мы здесь рекурсивно каждый раз вызываем разбиение нашего массива на две какие-то части. Да, вот устанавливаем пивот индекс какой-то каждый раз. И относительно него разбиваем массив на правую часть и там на левую часть, например. И каждый раз в этой части мы тоже находим какую-то правую часть, какую-то левую. Вот так вот. И относительно них там тоже можем как-то разбить на подчасти их внутри, если это требуется. Если где-то там еще потребуется. И потом мы просто каждый раз рекурсивно возвращаемся. То есть я вам советую это проделать самостоятельно. Давайте вот запустим этот пример и посмотрим, что у нас массив изначально был вот такой вот. 3, 7, 4, 4, 6, 5 и так далее. А стал 0, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 19. То есть вечно у нас массив был упорядочен. Ну что же, а на этом наше занятие на тему алгоритмы сортировки закончено. Я вам напоминаю, что обязательно нужно решить пару задач, которые вам даются на самостоятельную работу. Для того, чтобы изложенный материал в этом уроке закрепился. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...